Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 8 августа 2024 года, четверг неделя. Рабочая для этой передачи заканчивается. Соответственно, какие-то итоги от недели подведем, прошедшие в принципе в режиме ожидания Большой Ближневосточной войны. Расскажу вначале, почему оно все-таки не происходит до сих пор. Скорее всего, по той причине, о которой я вам расскажу в первом сегменте. Дальше мы, оставаясь в теме, немножко в теме, чуть-чуть в сторону, поговорим о том, как Организация Объединенных Наций расследовала участие этого АНРО-агентства по помощи палестинским беженцам в атаках 7 октября. Вот. Потом перейдем к новому премьер-министру Бангладеша, который вот уже вступил в свои обязанности. Долг, который оставался, надо его закрыть. И в конце еще программы, скорее всего, про британские протесты. Вот вроде бы можно выдохнуть там нации британской относительно последствий и того, что дальше еще будет происходить. Такой примерно план. Как со мной связываться, вы знаете. Для прямого РФЁ 3-4-7-4-6-0-8-7-7 смс-портал. Для коммуникации со мной на Ютубе найдите мой канал, подписывайтесь. Там можно комментировать и вступать со мной в интеракцию. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Тяжелое время ожидания продолжается. Израиль продолжает, в принципе, вести себя как сеттинг-дак в данной ситуации. Но выхода, похоже, нет. Нужно, правда, ждать. Ну, по крайней мере, так это выглядит. И разговоры о том, что все прям обойдется, обойдется, мне кажется, преждевременными. Но я чуть-чуть позже об этом скажу, почему мне так кажется. Теперь относительно действий американской администрации, которая на самом деле, по словам Блинкена, наверное, который сегодня является как бы самым главным действующим лицом на международной арене от имени американской администрации. Это продолжается уже достаточно долгое время, кстати. Да, на брифинге сказал, что мы оказываем прямое давление на Тегеран и передали ему прямое сообщение, что если ответ Ирана будет значительным на то, что произошло в Тегеране в прошлый вторник, позапрошлый вторник, то на ликвидацию Смайла Хании, то последствия для Ирана и его экономики и для его перспектив потом восстановления от всего этого могут быть настолько серьезными, что и дальше там, как бы никто, детали же не приводит никакие, но одно понятно, что не было угрозы прямой американского удара по Ирану непосредственно, но Блинкен имел в виду израильские ответные действия и, видимо, после многочисленных консультаций Курила с главой центрального командования в самом Израиле, о которых, конечно, Блинкен проинформирован о деталях, и телефонном разговоре с израильским руководством, который был Байден, с Камалой, с Натаниягу, относительно последствий того, что может произойти теперь, да, это было на прошлой неделе, все это вместе комбинируется как бы в активное давление, причем Блинкен не сообщил детали, каким образом прямое сообщение Ирану, прямой месседж Ирану был отправлен, но он говорит, что это был прямой месседж, соответственно, ребятам есть что взвешивать. Опять же, одновременно с этим все те, которые позавчера я вам рассказывал, действия американской военной машины, которые были предприняты, они продолжаются, и многие уже как бы окончательно поставлены в правильные позиции с точки зрения потенциального отражения и возможного ответа. Я имею в виду эскадрилью самолетов-невидимых «Стелс-F-22», которые уже находятся на базе на Ближнем Востоке, видимо, имеется в виду «Катар», все-таки. Также одновременно с этим, с Теодора Рузвельта, который находится в Оманском заливе, ему на смену, по идее, идет Авраам Линкольн, но это официальное заявление, может быть, он придет для усиления, это пока неизвестно, просто Линкольн идет из Тихого океана, это занимает время, а Теодор Рузвельт уже там, и эскадрилья F-18AA, F-A, F-flash A-18, этих самолетов, этого авианосца тоже передана на базу на Ближнем Востоке, для того, чтобы находиться ближе к потенциальной цели. Отсюда я вижу и понимаю, ну, в меру, конечно, своего понимания, что может так случиться, что в этом ответе с американской авиацией тоже будет участвовать, вполне возможно. То есть мы тут находимся на самом деле на грани очень серьезной эскалации, которую Ближний Восток не видел с 2003 года. Давайте по минимуму, по минимуму скажем так. Теперь та информация, которую я вас знакомил в последние дни относительно того, что внутри Ирана происходит, она, понятное дело, может быть жене, то есть она может быть той информацией, которая отражает реальную картину, а может быть, это может быть информация, как создание определенного экрана для того, чтобы, отвлекающего, да, экрана для того, чтобы мир так сильно не ожидал ответа, который в любом случае должен прийти. И почему мне кажется, что на этом успокаиваться сейчас нельзя и ни израильтянам, ни американцам, никому кто, и ни коалиции, да, которые вокруг там находятся, потому что было публично объявлено, что Хамени приказал по его зарану нанести удар. Это означает, что он должен быть таким, который позволит Ирану в данном случае сохранить лицо. И вся та информация, которая звучала, в том числе и про Пежисхьяна, который обращался к Хамени, объясняя ему, что на заре моего президентства, я только что как бы вступил в должность, и сейчас может так, в результате всевых этих событий, может так случиться, что наша экономика не выдержит нагрузки, что вполне возможно. И разговоры о том, что сам Хамени тоже не хочет военного конфликта полномасштабного, но при этом, ну что он понимает, что риск есть того, что иранская экономика с этим не справится, вот, и что режиму его может наступить в таком случае конец. А сейчас, да, это спекуляция тоже сейчас происходит в эфире, понятное дело. То есть даже если это все так на самом деле, это совсем не означает, что это не может быть параллельно специальной той частью информации, которая выброшена в медиа сейчас, для того, чтобы создать ощущение того, что удара либо не будет, либо он будет незначительным. К сожалению, на эти вещи операция невозможна, а операция нужна на данные разведки. Американская разведка, после того, как первые моменты, которые, когда Блинкен говорил, что удар произойдет в течение 24-48 часов, да, ушла от этого мода, потому что это время уже, данное прошло, и говорит теперь, что очень потенциальная возможность из того, что удар будет нанесен в течение выходных. Что тоже возможно. И опять же, мы помним слова, тоже была утечка, что вот Хамени считает, что правильно нанести удар 9-го ава, который выпадает в этом году на вторник, вот траурный, самый тяжелый траурный день в еврейской истории, в этот день как бы нужно это делать. То есть все это возможно, и это понятно, что Ирану выгодно путать, в данном случае создавать еще более нервозную обстановку. И сама по себе это нервозная обстановка, да, этот нервяк, он, конечно же, психологически очень сильно влияет на израильтян и влияет на всех тех, кто заинтересован в том, чтобы этот удар не преуспел. И это все тоже часть как бы плана, скорее всего, мы имеем дело с персами, персы, ребят, непрямолинейные, да, вот, и опять же, это Ближний Восток, тут есть свои закономерности и правила. В общем, расслабляться ни в коем случае нельзя, и опять же, момент превентивного удара заходит в игру, все, что вчера было мной сказано, остается в силе, тем не менее, искушение от превентивного удара нанести, оно всегда есть. Да, вопрос как бы, опять же, в эффективности превентивного удара по Ирану, потому что территория большая, мест, откуда атака может прийти много, и все их не накроешь таким превентивным ударом, по крайней мере, в элементарной примитивной оценке потенциального этого превентивного израильского удара, да, есть, это то, что можно сказать сейчас, очень упрощенные оценки всего. Понятно, что есть еще другие способы, о которых не хочется даже думать, да, не хочется их произносить слух по понятным причинам, я надеюсь, что все понимают, о чем я говорю, но это не опция сегодня, так мне представляется, так мне кажется. Вот, придется сидеть, ждать, и смотреть на результаты того, что вот насколько тяжелые опасения, да, и они оправдаются. Это большой вопрос. Вот, при этом Хизбалла, да, опять же, все то, что сейчас происходит в открытом пространстве, медийном может быть тоже специальный слив, создание определенной нервозности, ее повышение градуса, которое тоже является частью, как бы, ответа на самом деле, да, подвешивания, саспенс, да, подвешивания ситуации. А Хизбалла говорит, что она свой удар обязательно будет наносить, американская разведка не знает, будет ли этот удар одновременно нанесен. Также американская разведка предупреждает, что удар Хизбаллы может быть нанесен независимо от того, какое решение примет Иран, во что сложно, конечно, поверить, но то, что он может быть отвязанным, да, совсем от иранского решения, невозможно это, но, тем не менее, он может быть типа самостоятельным, да, совсем не обязательно он должен быть одновременно с иранским, но может быть одновременным с ним или отдельно от него. То есть, опять же, палитра возможностей огромная здесь, в этой ситуации. Так что мы абсолютно находимся в моменте, когда мы не можем даже себе представить, на самом деле, что будет. Раньше американцы говорят, да, что в апреле было более понятно, как это все будет происходить, и Иран сам давал определенным образом понять, как это будет происходить. Сегодня нет такой ясности, к сожалению, поэтому ситуация другая, короче. Вот, ну и, опять же, внутриливанская динамика, это одна история. Фуат Шукар был слишком значительным человеком, чтобы насрава мог спокойно смириться с тем, что его ликвидировали. Тут тоже, ребята, как должны отвечать. Вопрос, как они будут это делать, и вот, сегодня, вроде бы, звуковой барьер над Берутом, третий день подряд, не был пройден израильскими самолетами, что показывает, может быть, что может быть, да, опять же, достаточно было того, что уже было сделано, и будем надеяться, что так называемые ответные меры... По крайней мере, давайте того, что скажем. Для Ливана, для Хизбаллы, для Хизбаллы, в принципе, ликвидация Фуата Шукара является серьезным ударом, причем нанесенным по Беруту, да, и по очень важному человеку в иерархии. Для Ирана ликвидация Исмаила Хани не является... ни один иранец не погиб, да, это не была открытая операция, это была операция, как бы, как диверсия, вот, то есть это не было прям удара массированного по иранской территории, да, это была точечная ликвидация. Поэтому, с точки зрения, как бы, простого тит-фута, да, обмена ударами, такая ликвидация, по идее, не должна была бы вызвать массированного ответа, о чем, кстати, американская администрация Ирана тоже в прямом этом сообщении сказала. Вот примерно, что я хотел сейчас сказать, ну, в общем, мы уходим на выходные, на самом деле, естественно, с тяжелым сердцем, будем надеяться на то, что все-таки разум возобладает, прагматизм возобладает, рациональное мышление возобладает, и этот момент пройдет, по крайней мере, этот виток насилия, да, этот виток эскалации не придется проходить. Вот, но с Хизбалой немножко другая ситуация. Все равно этот вопрос надо будет решать. Опять же, если обмен ударами начнется более серьезно, эскалация возможна, и все что угодно возможно, не хочу здесь дальше спекулировать, но вы сами, я думаю, все понимаете, уже на этой неделе каждая программа была этому вопросу посвящена. Повторяться не хочется. Это первая страница, давайте ее перевернем дальше. В январе, напомню, этого года, израильское правительство уведомило Организацию Объединенных Наций, что по их уликам и информации, 19 сотрудников АНРА, это агентство ВОН по помощи палестинским беженцам, которое обучает детей, дает убежище тем, кому, в смысле, ну, жилье предоставляет жилье беженцам и продовольствие, структуры, а беженцами называются даже те, кто живет на территории Иудеи. Самарии, сектора Газы, вот потому как там они на сих пор находятся в так называемых лагерях беженцев, плюс еще несколько миллионов палестинцев, которые с 1948 и 1967 годов, соответственно, находятся за границей Леванта и живут в разных других странах Арабского, Ближнего Востока и не только. Да, это агентство занимается предоставлением того, что я выше указал. В основном, существующие, кстати, на американские деньги, США является крупным донором УНРА, да, это аббревиатура УНРА. УНРА, это аббревиатура этого агентства. Вот Израиль отправил в Организацию Объединенных Наций запрос, как бы, да, на немедленное, как бы, расследование в рамках ООН того, что 19 сотрудников УНРА участвовали в резне 7 октября. Да, убивали, хватали, уводили в плен, короче, полное принимали участие, то есть фактически являются боевиками Хамас. Расследование мгновенно пошло, при этом, как только США узнали о том, что УНРА в этом участвовало, что есть такие обвинения, оно немедленно приостановило финансирование УНРА, которое так до сих пор не возобновлено. И вот в начале этой недели, в понедельник, Генеральный секретарь ООН объявил о том, что для 9 сотрудников те доказательства, которые Израиль представил, оказались достаточными, да, и они уже уволены. А насчет еще других 10, пока недостаточно доказательств, и продолжается расследование. США поприестовали этот момент, что Организация Объединенных Наций, Генеральный секретарь, выбрал правильную, как бы, быстро реагировать на то, что Израиль ему сообщил. Ну, это относительно, просто расследование шло очень долго, на самом деле все должно было быть намного быстрее. И, тем не менее, так как расследование закончено, еще по другим 10 решений не принято, то финансирование УНРА не было восстановлено и остается приостановленным. Вот, что тоже очень важно, потому как, кстати, в тех школах, которые УНРА содержит, палестинских детей продолжают учить, как бы, по полной программе, всему тому, к чему мы привыкли. Да, и что написано было в соглашениях ОСВА, хочу напомнить, 93-го года, не должно преподаваться, да, то есть ненависть, насилие, антисемитизм, рассказ про то, что, на самом деле, Израиль не существует. Это все миф, храмов никаких не было, у евреев нет никакой истории в Иудее и Самарии, например, да, представляете себе? Есть такая земля с названием Иудея и земля с названием Самария, а у евреев, которые там проживают, нет истории на территории, которая называется Иудея. Причем она так называется, я уже даже про Библию не говорю, она так называется даже в римских, если вы открываете римские карты, да, которые были, да, и римские летописи, и вы открываете труды любые современников той истории, да. Иосиф Флавий может быть заподозрен, допустим, в бае, в бае, да, в проеврейской позиции, потому что он сам был еврей, но там есть же другие еще, да, есть те, кто писали всякие разные исторические книги и того времени, да, составляли летописи, и вы все это поднимете, вы увидите, что так это все и называется, достаточно просто прийти в Рим и увидеть Аркутита. Ну, на самом деле, по большому счету, мы сейчас находимся в то время, когда вспоминаем о разрушении храмов и находимся в этом травмном периоде, как нация, и Аркутита присутствует в литографии, да, в гравюрах всех изданий специальных травмных молитв, посвященных 9-го ава, и там видно как. Ну, короче, о чем мы вообще говорим? Это же не смешно даже, да, вот, поэтому, а там продолжают учить на деньги американских налогоплательщиков, хочу заметить, да, в этом агентстве помощи палестинским беженцам продолжают учить их тому неративу, который, мягко говоря, не соответствует действительности. Понятно, что есть там на земле и в Иудее и Самарии вещи, которые и без всякого образования могут сделать любого 13, 14, 15, 16-летнего араба и, может быть, даже 8, 9 и 10-летнего антисемитам легко, да, потому что там есть моменты, понятно. Все-таки военный контроль есть военный контроль. Но, когда еще в школе об этом говорят, и как бы нератив такой совсем не мирный, а должен был бы быть совсем другой нератив, да, происходит, то понятно, что шансов на то, что после 93-го года на самом деле стороны смогут потихонечку начинать сосуществовать более миллимирно, да, никаких шансов даже не было. Да, и Рабин, по идее, должен был бы это понимать в 93-м году, но тогда комбинация многих факторов, распад Советского Союза, плюс эйфория, плюс давление американской администрации, плюс ощущение конца истории, напомню, 93-й год, да, вот, много моментов там тогда происходило, и, соответственно, решили, что вот, ну, наверное, да, наверное, сейчас то самое время, когда можно попытаться. Ну, и напомню, что тогда завершалась первая интефада. В общем, и таким образом, кстати, подписание Мосла, де-факто, она была закончена. В общем и целом, не получилось, как понятное дело, по каким причинам, и теперь вот мы все пожинаем плоды того, что долго на это смотрели, с этим сосуществовали, и вот 7 октября тоже одно, на самом деле, последствия этого всего. Ладно. Перевернули эту страницу тоже, ну, по крайней мере, их уволили, я не знаю, сколько там из них как бы живы до сих пор, этих людей, которые обвинены в содействии, и если они до сих пор живы, их, конечно, надо предложить усилия для того, чтобы они оказались либо убиты, либо за решеткой, и все те, кто участвовал в том, что произошло 7 октября, но это уже как бы следующая страница. Теперь. В Британии ожидали серьезных дальнейших провокаций и погромов, но вышли десятки тысяч людей, которые представляют как бы ту часть британского общества, которая пропагандирует толерантность, да, и как бы это сказать, взрослую как бы модель поведения, которая отказывается присоединяться к ксенофобскому месседжу, да, к ксенофобскому мятежу, который вот устроили эти группы погромов. Погромщиков, да, громил. В разных городах, в Лондоне, в Плимуте, в Манчестере. Ну, короче, вы все это наблюдали, я уверен, и противостояние с полицией. Помогло и, кстати, призыв Стармера к судам как можно более быстро. Я вот критиковал этот призыв, все-таки Англия правовое государство, да, и суды сами знают, что когда им делать, но ситуация была экстренная. И Стармер обратился к судам, чтобы они не тянули, чтобы лакиты не было, чтобы они выносили свои решения, приговоры участникам погромов, которые сдокументированы их участия в этих погромах и мятежах, и драках с полицией, да, чтобы они им быстро выносили приговоры. И Стармера услышали суды, кстати. И вот самый крупный приговор пока трехлетний. Сан, таблоид, кстати, Сан, да, сейчас они все занимаются как бы именно этим вопросом, для Англии сегодня эта история номер один, да, опубликовал фотографии Маг Шац, да, ну, фотографии, которые делают в профиль ФАЗ, да, короче, арестованных, да, это называется Маг Шац, да, короче, фотографии 15 человек и их сроки, к которым их уже приговорили, от трех лет там до 20 месяцев сроки, вот, за насильственное поведение. И это, то есть, мы там не видим никаких там супердлинных сроков, потому что, понятно, это крупное хулиганство, да, по крайней мере, в этом их обвиняют, там, с нанесением кому-то повреждений, в общем и целом. Это хулиганство. Но это хулиганство на почве расовой ненависти, кстати. И в современном британском обществе, которое, на самом деле, я так понимаю, что это люди, которые сейчас участвуют в этих погромах, они ведь потомки тех, кто когда-то, по оценкам современников, и по документальным фильмам, которые я видел, и по книгам, которые я читал про Вторую мировую войну в Великобритании, во время бомбардировок, которые Гитлер над Англией производил, да, и бомбил Англию, они вели себя, как джентльмены, и вели себя очень достойно, на самом деле, и британская нация зарекомендовалась во время Второй мировой войны как одна из самых достойных и умеющих себя вести в тяжелых ситуациях критических, помогающая друг другу, да, и наблюдая сегодня, да, по телевизору за толпой громящих, выкрикивающих антиисламские лозунги и так далее, и так далее, на самом деле, ты там не видишь ту Англию, которую ты читал, когда была вторая Англия в ремонт Второй мировой войны. Это немножко другая нация уже. Хочется надеяться, что она ведь не вся такая, правда? Да, и мы же понимаем, я надеюсь, что мы понимаем, что если вдруг сегодня объектом этого ксенофобского мятежа являются мусульмане, завтра может оказаться и другое меньшинство, на самом деле, Великобритании. Главное, как бы, только показать слабость банде ксенофобов. Это, мне кажется, такой момент понятный. Так что, наверное, правильно, да, что быстро реагирует структура, да, полицейские структуры, и структуры обеспечения безопасности, и суды, и правительство на подобную угрозу. Может быть, немножко поздно, да, позднее, чем надо, но, по крайней мере, общество и контрпротестующие не хотят подобной ксенофобии в стране. Это, на самом деле, тоже понятно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Завершается страница мятежа в революции, давайте, да, как хотите, называйте, в Бангладеш, который свалил 15-летнего, премьер-министра, которая была 15 лет у власти последних, по крайней мере, шейх Хасину, она бежала в Индию, вы знаете, вернулся из Парижа, специально сегодня прилетел Мухаммад Юнуус, и он и возглавил временное правительство. Он человек известный, он в какой-то момент и возглавлял Бангладеш, тоже был момент, потом ему пришлось, потом он был обвинен, находился в тюрьме. Опять же, по разным коррупционным моментам, но считается, что там дела были шиты и тоже. Короче, там непростая ситуация. Он, лауреат Нобелевской премии, кстати, по... Он придумал микрокредит, да, для самых бедных людей в Бангладеш, он придумал схему, которая называется микрокредит. Да, людям давали небольшой вон под очень небольшой процент, для того, чтобы они могли начинать открывать собственный бизнес, как бы помогать себе, помогать... Обычно это в сельскохозяйственных регионах очень работало хорошо. Короче, очень большое количество людей с помощью этого смогло выйти из нищеты. Значит, он уже прибыл, его уже встречали главные военные, да, которые обеспечили плавный переход. Он возглавит временное правительство. Обратился он сразу к нации, попросил протестующих успокоиться сейчас и перестать нападать на полицию, потому что полиция, опасаясь за свою жизнь, а все-таки в результате протеста было убито около 300 человек, только заодно в воскресенье, например, прошедшие 85 убитых, среди них несколько офицеров полиции. Вот полиция, опасаясь за свою жизнь, перестала патрулировать улицы. Если вы видели кадры из того, что происходило в Даке и в других местах, на разных новостных сайтах и в разных новостных информационных выпусках, то вы видели, какие толпы на самом деле бегают по Бангладеш. Да, даже крупнейшего производителя одежды осадили протестующие. Большой конгломерат, который, кстати, был нейтрален и никак не был связан с шейхом Хасины из партии Авави, которая была партия для ветеранов той войны 71-го года, из-за которой как бы все эти протесты начались. Да, и они поддерживали шейху Хасину. Но они были нейтральны, но полиции-то не было, чтобы их защитить от погромов. И поэтому пришлось сотрудникам этой компании выйти и обращаться к протестующим, и успокаивать их, что они не имеют к этому никакого отношения. В общем, Мухаммад Юнус обратился ко всем гражданам, что мы одна семья на самом деле. Ребята, у нас впереди очень титаническая, сложная задача успокоиться и начать строить Бангладеш, который не авторитарное государство, а настоящая демократия. Как раз их Хасину обвиняли в том, что она арестовывала членов оппозиции, не давала оппозиции свободно проявлять свои возможности. Не была демократии Бангладеш. Желание женаться и жить в демократическом обществе. Это видно как бы и потому, что протестующие говорят. Вот, и студенты же основной мотор этих протестов был. Понятное дело, миллионы людей, которым как бы нужно было искать работу, и которые никак эту работу не могли получить из-за тех законов, которые принимались. И система обслуживала как бы собственную бюрократию очень хорошо, и подпитывала ее опять же из лояльных. Они лояльных сажали в тюрьмы, подвергали репрессиям и так далее, и так далее. Вот, и Бангладешскую нацию это не устроило, в конце концов, в какой-то момент. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, это последствия многих процессов, которые были запущены, и в том числе государство фейлова, падалов, не могло решить вопросы социального обеспечения правильно. Вот, все-таки 173 миллиона человек, ребят, большая страна, с очень быстро растущим населением и с очень большим удельным весом молодежи среди этого населения. Поэтому, естественно, что рабочие места и какая-то перспектива должны присутствовать, иначе вот мы получаем политическую нестабильность. Те же самые причины лежали в основе Арабской весны 2011 года. Ну, того процесса, который называется Арабской весной, по крайней мере. По крайней мере, в Тунисе, а дальше уже начался психоз. Вот, я к тому, что есть шанс, что сегодня, опять же, при поддержке военных и при желании военных создать граждан, реально сделать так, чтобы гражданское правительство максимально быстро прошли выборы, и гражданское правительство получило полный контроль, да, и чтобы военные могли заниматься своим делом и отойти от момента власти. Да, опять же, очень многие моменты зависят от того, насколько транспирант, прозрачно будет управление, и привлекут ли кассеты тех, кто виноват. То, чего требовали и продолжают требовать протестующие, и в гибели такого количества людей виноват. Да, если все это произойдет, как протестующие этого хотят, то, может, есть шанс на то, что эти протесты и погромы, которые происходили последние несколько дней, прекратятся. Хочется на это надеяться. Ну, а дальше, ну, просто для того, потому что мир в современном, как бы, разделении, да, и в экономике, которая зависит от многих вещей, Бангладеш заняла огромную нишу производства одежды. Понятно, по каким причинам. Все-таки там тепло, текстильные предприятия не нужно отапливать, да, и, соответственно, производить там одежду очень выгодно. И, опять же, я уже об этом говорил, если вы посмотрите в своем гардеробе, наверняка найдется что-то из Бангладеша тоже. Это такая сегодня страна, которая поставляет одежду во весь мир. Соответственно, ну, майки разную другую, джинсы. Обратите внимание, где это сделано. В общем, самые минимальные, как бы, последствия, если не успокоится ситуация, и будет нарушена цепочка поставок, например, да, то просто еще одна инфляционная тема может возникнуть, потому что если поток товаров из Бангладеш прервется, да, например, то это может создать определенный дефицит. Например, я сейчас фантазирую, да, я просто пытаюсь представить себе, каковы могут быть для мира, в принципе, последствия, если ситуация в Бангладеш не будет взята под контроль. Например, вот, но также в Южно-Азиатском регионе есть определенные моменты. Там непростые взаимоотношения у Бангладеша с соседями, с ближними и дальними, с Бирмой, например, да, после тех проблем, которые там были с безопасностью в Бирме, огромная часть бенгальцев, да, которые проживали там, являются мусульманами и часто даже поддерживали исламское государство в какой-то момент, да, это вызвало, Рухин же, я имею в виду, это вызвало силовую акцию со стороны Бангладеш, простите, со стороны бирманских войск, и там все эти сотни тысяч беженцев, короче, вся эта история тоже должна разруливаться. В общем, посмотрим, как это пойдет дальше. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, вы слушали Бутик Политик, до встречи завтра. В понедельник, конечно, я прошу прощения. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.